Всем привет! Меня зовут Роман и это видео сравнение Европы с Канадой. В предыдущем моем видео, которое вы видите прямо тут, я рассказывал про зарплаты в Польше, как их посчитать, сколько в реальности получает водитель в Польше, ну и в Европе в том числе. А это видео мы сравним Канаду с Европой, в общем-то тоже в большинстве с Польшей, но это будет и к Литве относиться, и ко всем странам Восточной Европы. Опять же сравниваем дальнобой. Не будем затягивать это вступление и поехали. Итак, буквально пару слов для тех, кто не смотрел мое предыдущее видео про Европу или напомню тем, кто смотрел, так как прошло уже три недели. В Европе водитель работает чаще всего с двумя графиками. Первый график работы это каденции, то есть когда водитель приезжает на месяц или больше и все это время работает, за каждый день получает деньги и потом едет домой. Другой график работы в Европе это выходные дома или две недели и потом неделя дома, к примеру. В общем, чаще всего местные работают по второму, приезжие, то есть гастарбайтеры, работают по первому графику. Итак, по ситуации 5 через 2, когда человек выходные дома, это будет минимальная зарплата в Европе. Меньше, наверное, только если каждый день дома, но это уже вообще к дальнобою слабо относится, то есть это разлозка по магазинам каким-то близлежащим к вашему месту жительства и так далее. То есть берем 5-2, когда человек действительно может уехать более-менее далеко от своего дома. И когда работает человек на шторе или на холодильнике, там на рефе, то это будет зарплата меньше всего, то есть где-то примерно 7 тысяч злотых от 7 и люди пишут, что до 10. Я, конечно, не знаю, реально ли можно каждые выходные дома на шторе в Польше и при этом получать 10 тысяч злотых. Но мне так сказали, пусть будет так, мы возьмем это как за максимум. За максимум я имею в виду именно для шторы. Другой вариант с другим прицепом это автовоз, то есть тут можно заработать максимальные деньги с графиком 5 через 2. И это где-то 12 тысяч злотых до примерно 17, вот мне говорили, что 17-18, это прям вообще уже потолок, который можно заработать на автовозе с графиком 5 через 2. Это если повезло, не было поломок, пробок, звезды сошлись на небе и все такое прочее. Другая ситуация с каденциями, это когда человек приезжает на 1 и более месяцев и работает здесь в Европе, потом едет домой. Такие люди на сегодняшний день в среднем зарабатывают 2.400 на шторе примерно и максимум где-то до 3, скорее даже до 2.800, наверное, примерно вот так, на обычной шторе или холодильнике. Например, у меня на бочке получается где-то 2.800, это цистерна с опасными грузами. Ну, можно на бочках зарабатывать до 3 тысяч. Как обычно в Европе, максимум у автовозов. Минимальная днювка, то есть за день зарплата у автовозов, что я знаю на сегодняшний день, это 110 евро. Меньше я не слышал, может быть, вы знаете, напишите в комментах. 120-130 евро, это нормальная на данный момент зарплата, ну, обычная по Польше, если смотреть. И максимальное, что я слышал в Польше, это 145 евро. В Литве я слышал максимальное 160 евро. То есть в Литве, в принципе, уровень зарплаты чуть повыше, но при этом и самые условия работы похуже немножко. Там у них есть бусы, которыми они ездят до Европы и так далее. Сейчас не будем в это углубляться, потому что видео о другом. Итак, вот, ребята, я напомнил и в общих чертах обрисовал ситуацию в Европе. Сейчас мы с вами переключаемся на Канаду. Всем, кто рвется в Канаду, надо иметь в виду, что работу с нормальными деньгами сразу же на старте найти достаточно сложно. Особенно, если у вас плохой английский, потому что многие пытаются в Канаду и по турвизам поехать. Если английский слабый, с работой будет проблема. Я имею в виду не с работой в целом, а с хорошо оплачиваемой работой. На данный момент чистыми зарплата стартует от 3,5 тысяч канадских долларов. То есть вот вы приехали, сдали на права, у вас нет канадского опыта, есть европейский там или еще какой-то СНГ, не важно абсолютно. Для Канады у вас канадского опыта нет. Вот начинается зарплата чистыми, опять же, уже после налогов, от 3,5 примерно, что в принципе маленькие деньги для Канады. И где-то до 4,5 тысяч, то есть такое окно, 3,5-4,5. Опять же акцентирую ваше внимание, что вот эта зарплата на самое начало, пока у вас нет канадского опыта, и вы можете вытворять вот это или, например, вот такое. При этом, чтобы делать 4,5 тысячи, вам придется много работать, с семьей проводить меньше времени. Скорее всего, вы дома будете только на резет, это пауза канадская, недельная. Либо вы будете работать на нестандартном прицепе, то есть, например, степдек или флэтбет, где больше работы, где надо крепить грузы в любой мороз, торповать их, то есть закрывать специальным тентом и так далее. Теперь начинаем потихоньку сравнивать уже Европу и Канаду, и надо иметь в виду, что в Канаде большинство людей работает с нормальным графиком, не с таким, как в Европе. То есть, каденциями в Канаде не работает, ну, я не могу сказать, что никто, но очень редкое это явление, и также редкое явление длинные рейсы, типа 3-4 недели там или больше, тем более в трассе, чтобы вы были. Это редко. В основном все люди работают с нормальным человеческим графиком, это где-то неделя или там 14 дней и потом несколько дней дома. То есть, бывает, кто-то работает 5 через 2 также, чтобы выходные дома, либо, например, 12 дней проездил, потом 3 дня дома или там 4, кто как возьмет, сколько выходных. Даже лучше сказать, у кого есть возможность взять эти выходные, потому что платежи сами себя не выплатят, надо за все платить. Поэтому не все могут, например, 4 дня дома просидеть, у кого-то 3 дня дома выходные прошли, и надо ехать опять зарабатывать деньги. Но, в общем и целом, если взять, то в основном больше, дольше 14 дней большинство канадских водителей не ездят в рейсах. Но тут же сразу подкатывает и, наверное, один из самых главных канадских минусов. Время работы и пробег. Пробег мы получаем больше, как из-за того, что скорость средняя выше, так и из-за того, что время работы больше. Если в Европе ты в среднем проезжаешь 10 тысяч километров, у меня на бочке даже бывает поменьше, от 8 до 10 где-то примерно, потому что у меня там мойки есть и так далее. В общем, чуть побольше простоев. Но шторок, холодильник там обычно 10-11 они проезжают. Автовозы также проезжают даже, наверное, больше от 11 тысяч километров. То в Канаде считается нормальным средний пробег 11 тысяч миль. Это вот столько километров. При этом в Европе у нас 90 часов на 2 недели. И за одну неделю ты не можешь отъездить больше 56. То есть 56, следующая неделя у тебя уже будет меньше, чтобы не превысить лимит 90. В Канаде же водители работают по 60-70 часов в неделю. Ну и плюс, я думаю, что все знают, что в Европе вождение у нас там есть 9-10 часов. Ну иногда можешь взять дополнительный час, да. А в Канаде у тебя будет 13 часов вождения каждый день, в Америке 11. То есть определенно одно, в Канаде придется работать больше. И теперь вернемся опять к зарплатам. Если в Европе максимум зарабатывает водитель автовоза, я честно сказать вообще не интересовался автовозами в Канаде. Знаю, что они зарабатывают чуть-чуть выше, чем стандартный прицеп, но не максимальную зарплату для водителя-дальнобойщика. Максимальную зарплату зарабатывает водитель цистерны как раз-таки в Канаде. И я не буду сейчас волновать неокрепшие умы цифрами, которые зарабатывают водительцы грузовика, которые работают там где-нибудь в Альберте. Потому что попасть туда непросто. И далеко не все туда попадут и смогут попасть. И не все смогут выдержать эти условия труда. Мы будем говорить про обычный дальнобой по асфальту. Без всяких нефтянок, также частично с опасными грузами, которые возятся по асфальту. В Канаде люди зарабатывают примерно 11-12 тысяч грязными. До, я бы сказал, до. Это вот такой вот уже верхний предел, хорошая фирма и все такое прочее. И чистыми человек получает примерно 9 тысяч канадских долларов. Понятно, что на такую работу и на такую зарплату никогда не устроится человек со свеженькими правами, без опыта по Канаде и так далее. То есть вы уже должен быть опытный человек. У вас должен быть нормальный английский, чтобы понимали, что вам говорят и могли тоже обрисовать там любую ситуацию по работе. Тогда уже можно пытаться куда-то туда пролезть. И также люди с опытом, которые работают уже там пару-тройку лет на степдеке, получают по где-то примерно 6 тысяч канадских долларов. Это уже тоже чистыми после налогов. Но это вот все, так сказать, мы говорим про перспективу Канады. То есть там уже пару-тройку лет вы отработали, вы уже можете претендовать на что-то большее, чем 3,5-4,5. Вот такая вот история по зарплатам в Канаде. Но есть один очень важный нюанс, из-за чего ваша зарплата будет выше. Это возврат налогов. Возврат налогов у водителя в Канаде довольно-таки большой. Особенно если это водитель не местного формата, а именно дальнобойщик, особенно на США. В общем, там тоже сейчас не буду нюансы опускаться. Там возврат идет за еду, за то, что вы тратите на рабочие нужды какие-то и так далее. В общем, в год примерно можно вернуть до 10 тысяч канадских долларов. Что, если мы перевожим на зарплату каждый месяц, это где-то 800 долларов примерно канадских. Плюс к тому, что вы получаете на работе. Но единственное, что это будет одной такой фиксированной суммой в следующем году. То есть, условно, вы отработали с января по декабрь. И в следующем году после нового года вам приходит от налогов и возврат налогов за весь этот год. Вот такой вот как приятный бонус, как 13-я зарплата. В Европе такого нет. Да, в Польше есть небольшой такой возвратик только тем, у кого есть дети. Чем больше детей, тем больше возврат. По-моему, там что-то в районе тысячи злотых за ребенка возврат делают. Это вот единственный в Европе нюанс. Но, опять же, это в Польше. Как в Германии и других развитых странах Европы, Западной Европы, я не могу сказать. Так и к чему я все это рассказываю, спросите вы меня. Это мы все и так знаем уже из других видосов. И тут самое важное. Давайте с вами поразмышляем по поводу целесообразности этого движения. То есть, вы вкладываете кучу денег, кучу усилий, чтобы переехать в Канаду. А насколько это целесообразно с материальной точки зрения и, может быть, с каких-то других точек зрения. Давайте обсудим. Я встал на эти иммиграционные рельсы, скажем так, три года назад. И за эти три года ситуация поменялась достаточно сильно. Как в Европе, так и в Канаде. Когда я начинал только здесь работать, в Европе, более трех лет назад уже на данный момент, ситуация по зарплатам в Европе была такова, что минимальный порог зарплаты водителя был где-то 1500-1600 евро. Представляете, какая разница? Обычная средняя зарплата была 1800 евро. Я лично на первой эфирме получал 2000 евро, но мы ездили на Англию и типа за это как бы доплачивали чуть-чуть. То есть вот 1800-2 была нормальная средняя зарплата в Европе на тот момент, когда я начинал три года назад. Как я сказал ранее, нижняя граница сейчас в Европе это 2200, средняя 2400-2500 и там так далее, что я уже раньше называл. Например, на том же автовозе Днювка три года назад была 90 евро. И люди как бы радовались, что получают 90, а не 60, как водители других прицепов. Сейчас это 130. А какая ситуация в Канаде? В Канаде три года назад предлагали фирмы, которые привозили водители из-за границы, минимум 0,4 канадских доллара, то есть 40 центов или 42 цента за милю. Это как бы такая минималка была. 45 центов это уже было нормально, ну и все, что выше, это было классно. Сейчас прошло три года, ситуация особо не поменялась. Только стали предлагать минимум не 0,42, как в Санбере, например, было там 0,42, а теперь у них 0,45, насколько я знаю. Может быть ситуация уже изменилась. Но сейчас средняя, как бы нормальная такая ставка по Канаде это 0,5. 50 центов, то есть ты можешь получать. То есть видите, на какие копейки зарплата поднялась в сравнении с Европой. То есть, как ты понимаешь, прибавление это не сильно повлияло на твой уровень жизни и на твою зарплату. Сколько там эти 5 центов дадут на общую картину повлиять? За то, как за эти 3 года выросли цены, я думаю, мне не надо вам рассказывать. Что в Европе, что в Канаде, да вообще во всех странах после короны и всех вот этих историй с войнами и всем остальным, цены пошли вверх. Инфляция во всех странах пошла вверх и все прочее. То есть цены растут везде. А уж в Канаде они растут тем более. Про это все пишут в чатах и везде, кто живет в Канаде, что цены растут и не видно этому конца. Это очень важно, потому что зарплата-то не особо растет. В этом видео я не буду уходить сейчас глубоко в расходы, в сравнении расходов Польши и Канады. Хотя я тоже могу такой видос снять. Если захотите, пишите в комменты, потому что я много с кем общаюсь по расходам в Канаде. И чеки какие-то ребята скидывают и в чатах и так далее. И я сейчас живу в Польше, тоже знаю, какие здесь расходы. Ну, в общем, сейчас я прямо углубляться в это не буду. Но думаю, что очевидно для любого человека, что в Польше расходы значительно меньше, чем в Канаде. Так вот, как вы можете видеть, разница в заработке между Канадой и Польшей, там Европой восточной, не так уж велика в деньгах. Но расходы в деньгах велики. Отсюда у меня к вам вопрос. Какая целесообразность переезда в Канаду и есть ли она вообще материальная? После тех цифр, которые вы увидели, какое ваше мнение? Не зря ребята из Канады в чатах, там везде я вижу, нередко пишут такую штуку, как мы тут не для денег. Ну вот, то есть в Канаде есть какие-то другие плюсы, кроме денег. То есть за деньгами едьте в США, там зарплаты гораздо выше, чем в Канаде. Но только попасть туда сложнее. Итак, что же есть в Канаде? Тоже такие вот основные... Давайте пробежимся под конец видео по основным тезисам. Канада суперфрендли. Про это только ленивый не говорит, что там улыбки, кто-то говорит фальшивые улыбки, гады. Кто-то говорит классно, все улыбаются, никто не ходит с хмурым лицом, на тебя не рычит и так далее. То есть, ну, Канада френдли, да, это знают все. И, конечно, на мой взгляд, это плюс. Плюс безопасность в Канаде, тонкие двери, открывающиеся зубочисткой, мало убийств, нету шутингов в школах и все такое прочее. Плюс, вроде бы тоже плюс, но тоже есть нюансы, что, например, воровство в Канаде разви-то не слабо. Не учитывает полиция вообще дела до 5000 канадских долларов. То есть, если у вас ущерб до 5000 канадских долларов, вам просто говорят извини, тебе не повезло, have a good day. Далее, канадский паспорт, будем так говорить, хороший, имеет много с какими странами без виз. И вообще, как бы, когда ты получаешь паспорт Канады, открываются многие двери тоже. Вот такой вот плюс. Не знаю, насколько этот плюс конкретно для вас много весит, но канадский паспорт, наверное, лучше, чем некоторых других стран, особенно на сегодняшний день. По крайней мере, имея канадский паспорт, ты уже можешь выбрать любую страну для проживания. Понятно, что придется опять пройти иммиграционный путь ада, так сказать, чтобы получить все документы в какой-то другой стране. Плюс для многих является плюсом, что канадский паспорт будет у ребенка или у детей. А также быстрое получение этого паспорта, ну, скажем, относительно быстрое, где-то примерно там 5 лет, ну, плюс-минус у всех по-разному, но где-то примерно вокруг 5 лет крутится срок получения канадского паспорта. Это, конечно же, очень быстро в сравнении с европейским паспортом, где, если у вас нет каких-то корней или связей там с Польшей, например, вам потребуется 10 лет на получение паспорта. Также сейчас очень актуальная история с тем, что в Канаде, на мой взгляд, малая вероятность войны, потому что со всех сторон океан и США, США, они вряд ли будут воевать, а больше особо воевать там не с кем. В отличие от Европы, где сейчас прямо идет война, сейчас уже в Израиле началась война и вообще непонятно, в общем, напряженность растет, куда все это скатывается и что будет дальше в Европе, тоже неизвестно. Поэтому это записываем определенно в канадский плюс. Ну вот лично я каких-то больше плюсов Канады, ощутимых, да, для себя не вижу. Возможно, вы знаете еще какие-то плюсы? Напишите. Ну то, что Канада, например, рядом с США, зависит от США и от экономики США. Экономика США вроде как сильная и пока не планирует давать заднюю. Скоро всей войсой Америки гирдык. Поэтому и Канада будет развиваться, плюс у Канады запасы ресурсов, нефть и все прочее тоже как бы вроде как для экономики должно быть хорошо, но в теории. На практике как это будет непонятно. Но есть в Канаде и минусы. Инфляция, которая сейчас очень большая, выросшая ипотека вообще в космос, просто дома, то есть цены на дома выросли и улетели просто в космос. Если там еще в Атлантике в теории как-то где-то можно что-то придумать, как купить себе дом, ну и вот в таких нераскрученных провинциях, то Антарио, там Британская Колумбия, где Ванкувер, Торонто, там уже невозможно для обычного человека подступиться к недвижимости, чтобы купить. В Польше же недвижимость вполне подъемная, даже в Варшаве или там в Кракове, во Вроцвове, это вот таких три самых, наверное, дорогих города. В Польше даже там, в принципе, если работать водителем, там получать тысячи три евро в месяц, то можно ипотеку оформить и у вас будет возможность ее выплачивать. Ну и, конечно, как же не вспомнить канадскую медицину? Ее про нее не рассказывал только ленивый. То есть вот я общался с девушкой, которая шесть лет живет в Канаде, в Нью-Брансвике, и она не смогла за все эти годы найти врача-гинеколога, и, соответственно, когда не так давно летала к родственникам в Россию, проходила гинеколога там. По-моему, это, конечно, так себе история, что ты не можешь найти врача в стране, где живешь. Конечно, мне гинеколог не нужен, но женщины, думаю, будут такому факту не очень рады. Хотя как раз таки в Канаде иногда попадаются мужики, которым он нужен, но не будем. Об этом YouTube не любит такие темы. Что это значит? Это это? Бро! Что это значит? В общем, еще можно накидать миллион нюансов. Это вот основные такие тезисы, такие плюсы, минусы, которые лично я смог найти в Канаде. Будет очень интересно услышать ваше мнение. Особенно вот ребята, я знаю, есть, которые сейчас находятся в стадии получения документов, в стадии ожидания документов, или в стадии получения опыта для того, чтобы поехать в Канаду, или, например, вы хотите сделать турвизу, чтобы поехать в Канаду. Вот очень интересно ваше мнение, особенно тех людей, кто живет в Европе на данный момент. Если вы живете в странах СНГ, то понятно, в Канаде в любом случае будет лучше. А вот если вы живете в Европе, то очень интересно, что вам здесь не нравится, и что вы думаете там будет лучше. В общем, надеюсь, вы под этим видео поставите лайк. Заранее вас благодарю за это. Подписывайтесь на канал. В следующем видео я расскажу по поводу автовозов, по поводу моего взаимодействия с автовозными фирмами, как я искал работу на автовозе, и какие мои дальнейшие планы вообще на жизнь и работу в Европе. В общем, на данный момент мое резюме по Канаде такое, что если 3 года назад я готов был ехать в любую фирму, на любую зарплату, лишь бы попасть в Канаду, там типа закрепиться, ухватиться и потом уже там на месте что-то думать, то на данный момент я не готов ехать в Канаду с семьей на минимальную зарплату. То есть вот на 3,5 тысячи канадских долларов-4 я не вижу вообще смысла туда ехать, потому что с моими расходами, я не знаю, как у вас с расходами семьи, но вот сейчас в Польше, например, у нас уходит где-то 2,5 тысячи евро или вот столько канадских, и я не вижу мне экономического смысла в переезде в Канаду на такую низкую зарплату с такими большими расходами, как там. То есть если у меня здесь в Польше 2,5 уходит, то в Канаде, ну там 3,5 тысячи евро у меня должно уходить, там 3 вообще минимум, да, там же все стоит дороже, хотя бы немножко там. Страховка на машину. Что же касается еды, что не вся еда, тоже мы там сравниваем в чатах иногда, то есть там где-то какая-то еда, рыба, например, в Канаде дешевле, но в целом, в целом, еда, конечно, будет дороже. То есть на семью все говорят, что уходит где-то тысяча долларов. Так вот, я не вижу смысла на данный момент ехать туда и получать 3,504, потому что ты будешь расходовать свои деньги, накопления свои. Работаешь больше, работаешь тяжелее, получаешь меньше, позволить себе можешь меньше и потратить на свою семью тоже можешь меньше. А самое главное, что неизвестно, сколько за эти 3,5-4 тебе придется работать, потому что ты не можешь поменять фирму до получения PR, то есть permanent resident, получать ты его можешь год, например. Соответственно, ты весь этот год будешь уходить в минус или что-то докладывать из своей кубышки, либо если этой кубышки вообще нет, то придется так вот балансировать на грани, так сказать, от зарплаты до зарплаты жить. То есть есть два варианта, на мой взгляд, на данный момент. Либо иметь четкий план, зачем ты будешь на эту минималку от зарплаты до зарплаты выживать, скажем так, чтобы получить PR и что дальше ты делаешь. Либо второй вариант, сразу искать более высокооплачиваемую работу. Я вам могу точно сказать, что это реально. Это не тема этого видео, но реально найти не 3,5-4. В общем, спасибо всем, кто поставит лайк. Спасибо за подписки, за просмотр этого видео. Пишите ваши комментарии, всем отвечу. Им очень интересно ваше мнение по этому поводу. Всем спасибо за внимание и пока.